Киссинджер же прославился своим выступлением в Давосе, где фактически призвал Украину к капитуляции, давайте честно говорить. Да, потому что нет шансов по его. Да, 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 он призвал Украину к капитуляции, то сейчас он рассказывает, прям как Путин, прям как Путин. А я же как раз и имел в виду, что сказал Зеленский, сказал он. Вот Зеленский же полностью меня поддержал, рассказывает нам сегодня Киссинджер. Ну, во-первых, мы помним, что в Давосе он говорил совершенно другое, что Украина должна капитулировать и так далее. Но давайте разберем все-таки содержательную часть его вот этой статьи. Мы возьмем, наверное, первый сценарий, что если Россия победит, 20%, ну что, его незачем рассматривать, просто потому что, ну зачем? Да, бывает. Тогда нет в этом политической составляющей. Но что говорит Киссинджер? Он так плавно-плавно говорит следующее. Вы, конечно, можете освобождать, начинать все, вот все, что ваше территориально. Но это же будет не очень хорошо. Это не хорошо? Вы, наверное, вот Зеленский же, а мы помним, что Зеленский правда сказал, что мы военным путем освободить, наверное, освободим только то, что до 24 февраля. Военным путем. А остальное путем переговоров освободим, сказал Зеленский. Примерно так. Но Киссинджер-то говорит вообще не это, не это. Киссинджер говорит так, смотрите, вот вы можете освободить долину 24 февраля, и тогда, у него в первом абзаце звучат 20%, а во втором абзаце, и тогда оккупированными останутся всего 2,5% Украины. Я вот до этой строчки дочитал, думаю, как, что это, какие 2,5%, мы же знаем, что это 7%, ну, то, что было оккупировано до 2014 года, это 7%, а не 2,5%. Оккупированными останутся 2,5% Украины, и дальше вдруг такой, ну, не считая, конечно, Крыма, который еще 4,5%. То есть, этот человек разделяет уже Донецк-Луганск и Крым вдруг такие в 2 отдельных процента. Мы же все время знали, что 7% у нас территории оккупированы, а тут у него 2,5% и 4,5%. И тот же говорит, ну, ведь у Крыма это другая совершенно история, потому что он сотни лет принадлежал русским. И вот тут, внимание, вопрос. Если, конечно, статья написана на английском языке, не на русском языке, то кому принадлежал Крым, там, знаете, как написано? Там написано Russians, да, Russians. А кто такие Russians? Что такое Russians, которым принадлежал Крым на протяжении, как пишет Киссинджер, сотен лет? Давайте задумаемся. Слово Russians, это же вряд ли те, кто, ну, в паспорте у них национальность была такая записана, правильно? Да. Естественно, это веду, как бы, к кому? Российская империя, правильно, принадлежала Крым? Ну, так-то, если вот не пытаться манипулировать. Российская империя. Российская империя, как мы знаем, ну, в каком-то смысле развалилась на разные куски. Украина один из кусков, Украина составляла часть Российской империи. И Финляндия составляла часть Российской империи, и Польша, и Беларусь. И РФ составляла часть Российской империи. И вот как-то, а Киссинджер это как-то пропускает. У него некие Russians существуют, абстрактные. И типа, раз Russians, то, наверное, Крым же тоже туда и надо, как бы, чтобы сильно всех не напрягать-то. Пусть там он и будет. То есть он фактически намекает, что хорошо бы Крым отдать России, иначе же будет столько всяких сложностей, пишет он. Иначе же непонятно, что вообще будет. И вот я когда это все понял, прочитал, ну понятно, я еще не буду, знаете, критиковать Киссинджера, ну зачем, мы же все понимаем про него, и на кого он работает, тоже понимаем. И это продолжение его работы просто в более аккуратном стиле, потому что ему стало не по себе от того, что он заявил прямо, прямо и наехали. Сейчас он заявляет криво. Но мне пришел в голову прецедент интереснейший. Вот что, какая ошибка была совершена всеми сейчас, вообще всеми, всем ООН, Миром, Западом в момент распада СССР. Итак, вот мы помним распад Югославии. Помните, такая была страна Югославии, она распалась на шесть разных стран. И каждая из них получила свое название в соответствии с тем, как она называлась в составе Югославии. Вот Хорватия, а вот Босния и Герцеговина. И только одна страна, Македония, не получила название Македония. Она в момент распада Югославии получила очень интересное название. Сейчас я попробую его произнести. Бывшая Югославская республика Македония. Бюрм, она называлась сокращенно Бюрм. По-английски Former European Republic of Macedonia. Когда выходили спортсмены, у них написано Former European Republic of Macedonia. И такое название страна имелась в 90-м, каком они, первом или втором, я не помню точно, они получили эту независимость, не вспомню сейчас. И до последнего времени, два года назад она еще так называлась, потом ее переименовали. Почему она так называлась? Вот вопрос. Потому что рядом находились другие области. Например, на севере Греции есть область, которая называется Македония. И Греция сказала, ага, если они сейчас назовутся Македония, то завтра они скажут, что наша Македония, это тоже их Македония. И будут на это претендовать. Потому что они, дескать, македонцы и здесь македонцы. Поэтому мы, греки, не признаем страну под названием Македония. Не признаем. И там еще были такие же претензии со стороны некоторых других соседних государств. Поэтому ее приняли в ООН, иначе бы большая часть мира не согласилась. Только под таким названием. И так они и жили, чтобы не претендовали ни на что. А потом, уже два года назад, когда, по-моему, два года назад, когда Македония очень хотела в НАТО и в Евросоюз, то та же Греция и еще несколько стран сказали, сменят название, мы их возьмем в кандидаты. Не сменят, не возьмем. И там проводился такой весьма манипулятивный, я не случайно эту историю, сейчас вы поймете, куда я веду. Такой проводился манипулятивный референдум в Македонии, в этой самой бывшей Югославской республике, со следующей формулировкой. Согласны ли вы на изменение названия нашей страны на «Северная Македония» с принятием нас кандидатами в НАТО и Евросоюз? Понимаете? Непрошу, да. Вот так вот, да? Да. Ну, грамотно, да. Не, большинство населения проголосовало за, и страна была резко переименована в «Северную Македонию». Итак, мы смотрим на карту, и тут мы видим, что вот тут Черногория, тут Албания, значит, непризнанная Косово, ладно, не трогаем, там Сербия, Северная Македония. А Южной Македонии нет такой страны, а Северная Македония и есть. Но чтобы она не могла претендовать на другие области под названием Македония, потому что они же только северные македонцы. Так вот, когда развалился Советский Союз, мы все не заметили. И вот я почему-то думаю, что, скорее всего, это вообще случайно произошло, потому что всем было не до этого, все делили там деньги, флоты, ядерное оружие, много было что делить. Я думаю, что до этого просто ни у кого не дошло ни мозг, ни руки, к сожалению, из-за этого, это одна из причин нынешней войны, что Российская Федерация забрала себе название. Понимаете, то, что она, с одной стороны, забрала себе наследие Советского Союза, сказав, мы будем правоприемниками, мы за это берем на себя долги Советского Союза, но и ядерное оружие тоже берем, и место в ООН, место постоянного члена Совета Безопасности. Ну, это такая была сделка с миром. До сюда, окей, до сюда, окей. Но ведь они наследники Советского Союза, правильно? Советского Союза. Если бы они стали называться СССР или что-то такое, ну как? Но называться они стали Российская Федерация, то есть как бы претендуя на то, что они одновременно наследники Российской империи. Но правоприятники, да, Союза и на Союзе. Хотя юридически они им не являются, они отказались от этого, у них же был выбор. Тогда, в 1991 году, вот это обсуждалось, мы хотим быть наследниками СССР или Российской империи. Это вопрос, который по-настоящему обсуждался. Почему они отказались быть наследниками Российской империи? Это был непраздный совершенно вопрос. Потому что, ну, правоприемниками. Потому что, если бы они были правоприемниками Российской империи, им пришлось бы возвращать все имущество всем белоэмигрантам. Понимаете? Всю недвижимость в центре Петербурга, дворцы, Москва. Это же все частная собственность. Картины из музеев, они чьи? Они же все частных лиц. Понимаете? Эрмитаж, большая часть Эрмитажа, она кому-то принадлежит. И у этого всего есть имя. И Латвия, Литва, Эстония вернули, всем вернули. Они объявили себя правоприемниками, ну, вернее, продолжением, как бы, оккупированных в 40-м году республик и вернули всем недвижимость. А Россия не захотела, поэтому стала правоприемником СССР. А теперь она хочет быть и правоприемником Российской империи тоже. А ведь если бы тогда об этом задумались, об этом задумались, и РФ дали бы название бывшая Советская Республика Россия, бывшая Советская Республика Россия, а потом в обмен на то, чтобы ее куда-нибудь принять, переименовали бы в Северная Россия. Нет, без всякой Южной. Вот это Северная Россия. И в этот момент какие претензии? Вы Северная Россия, да, мы понимаем. Крым ваш? Вы что, обалдели? Крым же на юге. Северная Россия